Как бороться с паническими атаками, как перестать придумывать себе новые тревоги, которые прям затягивают в панику? Вот, собственно говоря, это вы прям меня про курс спрашиваете. Так вот, значит, вот смотрите. Наши эмоции состоят из трех компонентов. Значит, любые. Наши эмоции состоят из мышечного компонента обязательно. То есть, когда вы переживаете какую-то эмоцию, вы обязательно специфическим образом напрягаетесь. И неважно, хорошую или плохую. Если вы переживаете хорошую эмоцию, да, сейчас у меня там хорошая эмоция пошла. Чувствуете, как у меня все мышцы-то заработали, да? Вот, я такой веселый сразу, открытый, добродушный. Да, а негативную эмоцию переживаю, тревожно мне, тревожно, тревожно. Это все мышцы тут были, если кто не в курсе. Вот, и плечи так все сжатся. Значит, это, собственно говоря, мышечный компонент у каждой эмоции. У каждой эмоции есть вегетативный компонент. Вот, это вот то, что я вам рассказывал, это вегетатика, это вегетативная нервная система. Это отдел вот всей нервной системы, которая регулирует внутренние органы. Когда регулирует сердце, почки, этот, как его, на стрессе писать многим хочется страшно. Вот. А кому-то в туалет срочно, а кого-то тошнить начинает, у кого-то сердце бьется, у кого-то пульс увеличивается, у кого-то давление растет. Какого ляду? Это вегетативный компонент эмоций. То есть, условно говоря, организм, он же, когда эмоции зачем нужны? Это же природа сидела, думала, а не снастить ли этих существ эмоциями? Нет. Они думали, что эмоции, она должна быстро мобилизовывать организм для решения конкретной задачи. И, соответственно, если у вас тревога, то у вас должна быть симпатоадреналовая реакция, должен выделиться серотонин, адреналин, у вас должна долбануть симпатическая вегетативная нервная система, чтобы вы все смобилизовались, напряглись, чтобы сердце начало колотиться, проталкивать кровь по сосудам, чтобы как можно больше все кровоснабжалось, потому что вам же бежать сейчас, вам спасаться, катастрофа, надо много кислорода жрать в этот момент. Поэтому он все начинает. Поэтому это вегетативный компонент. И есть еще когнитивный компонент эмоции. То есть, что такое? Это мысли, которые приходят вам в голову в момент, когда вы соответствующую эмоцию испытываете. Если вы, я что-нибудь придумал, электродик, в центр удовольствия, ему туда зафигачу, вы не будете знать. В центре удовольствия просто работает электродик и раздражает клеточки, которые выделяют дофаминчик, вы такие, а-ля-ля, а-ля-ля. Ну вот, какие у вас будут мысли, какие будут? Жизнь хороша, жизнь хорошо, понимаете? Они сами придут к вам, они как бы будут поддерживать это. А если я возьму амигдалу вашу, это тоже такой подкорковый центр, который отвечает за тревогу, за оборону, за агрессию, и туда немножечко, так сказать, электродик пыхну, вы не будете знать, что. А я просто, ну как бы, там слегка безобразничаю с амигдалой вашей. Какие у вас мысли придут к голову? У вас придут ужас и катастрофа. А-а-а, убивают, смерть наслала и так далее. И теперь представьте, что у нас есть вот такая трехголовая история, да, мышцы, вегетатика и когниции, мысли, если у кого-то они еще есть. Вот, и они все троем, значит, активизируются, когда у вас начинается приступ соответствующий. Значит, вы чувствуете напряжение, вы чувствуете, что у вас все колотит, у вас мысли все идут в голову ужасные, лезут там и так далее. Вот задача какая состоит? В том, чтобы разобрать вот этого трехголового... Как там Иван Царевич приходил? Ну, голову, вторую голову, третью голову. Вот, и желательно все три сразу, потому что иначе вырастут. Вот, и это правда. То есть, если вы расслабились, но продолжаете, как бы, думать, что все самолеты падают бесконечно, еще ни один не возвращался на базу, вот, то, как бы, напряжение возвратится, да, вот. Если вы с помощью дыхательных техник смогли включить парасимпатическую нервную систему, как бы, подавив симпатическую эту реакцию, вот, то у вас, конечно, все, как бы, вам легче станет. Но если вы в этот момент начнете напрягаться и, как бы, вот так вот делаете, то снова симпатика включится. Вот, поэтому задача состоит в том, чтобы научиться сначала последовательно использовать психотерапевтические упражнения, которые позволяют мышечные напряжения, правильные, как бы, перестроить, да, уметь переключать симпатику на парасимпатику, которая позволяет правильно мысли, так сказать, ловить эти скукуны, которые вас доводят до конвульсий, вот. И делать это одновременно, и суть курса, она в чем состоит, что вы последовательно изучаете, а потом складываете эти навыки, и тогда вы, по сути дела, вырываете из своего симптома возможность для манифестации, то есть он не может проявиться. И как только у вас не может проявиться панический приступ, вот, то вы вдруг, оказываясь в той обстановочной афферентации, которая обычно приводила вас в состояние вот этой панического расстройства, вы вдруг чувствуете, что, а комната-то небезопасная, а место-то безопасное, лифт-то безопасный, самолет безопасный, вообще все нормально, а что я вообще тут находился в панике? И тут у вас начинает, а, так, собственно говоря, все, жизнь-то возможна, вот, она еще, как бы, не закрыта для меня, вот. Но, опять же, это недостаточно хорошо работает, если вы не разберетесь с чуть более глубокими тараканами, про которые я вам уже говорил, и которые мы на курсе также обсуждаем.